Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой вот обычный узорчик. Это звездочки в шахматном порядке, расположенные на лицевой глади. С лицевой стороны выглядит это вот так. С изнаночной стороны выглядит как обычная изнаночная гладь. Единственное, что немножечко видны звездочки в шахматном порядке. И с изнаночной стороны. Вяжется узор довольно-таки быстро, легко и просто. Можно данным узором оформить шапочку, снуд, шарфик и так далее. То есть можно использовать более сложных изделий. Это свитеров, кофточек, пулловеров. В принципе, для тех, кто не любит вязать какие-то сложные узоры, араны, жгуты, то вот как раз-таки это тот компромиссный вариант, который в принципе вяжется очень просто. В данном узоре у меня 3 рапорта в ширину и 2,5 рапорта в высоту. Рапорт узора в ширину составляет 8 петелек и рапорт узора в высоту составляет 8 рядочков. То есть 8,8. Легко запомнить. Чтобы связать вот такой небольшой образец из трех рапортов, очень легко рассчитать. Смотрите. Рапорт узора в ширину 8 петелек. Умножаем на 3 рапорта, получаем 24 петли. Плюс к этим 24 петелькам я добавлю 5 петель для симметрии узора. То есть, чтобы наш узорчик как бы был по центру красивенько законченный. Добавлю 5 петелек 24 и добавлю 2 петли кромочные. С одной стороны у меня будет кромочная одна, и с другой стороны вторая. Для того, чтобы по краям узора были красивые косички. Это для небольшого образца. То есть, нам нужно набрать 31 петельку. И, конечно же, кому интересно и понравилось, ставим лайк и вяжем вместе со мной. После того, как набрали петельки, вытаскиваем одну свободную спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд на самом деле у нас очень простой. И начальную первую петлю первого ряда я провяжу кромочную петлю лицевой. Во всех последующих рядах первую петлю я буду снимать не провязанную. Для того, чтобы по краям у меня была красивая косичка. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше следующие 3 петли находим. Вводим спицу в 3 петли за дальнюю стеночку и вяжем одну лицевую из 3 петель. Вот так. Дальше не спешите снимать 3 петли с левой спицы. Правой спицей делаем накид. И еще раз вводим спицу туда же, откуда вязали лицевую. Вяжем вторую лицевую. И снимаем полностью со спицы 3 петли. У нас получилось. Мы провязали 5 лицевых и из 3 петель вывязали 3 петли. Связали лицевую за 3 петли, сделали накид и связали вторую лицевую. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из 3 петель вывязываем 3. За дальнюю стеночку вводим в 3 петли спицу. Вяжем одну лицевую. Делаем накид и вяжем вторую лицевую оттуда же. И снимаем. Связали второй раппорт. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из 3 петель вяжем 3. За дальнюю стеночку вводим спицу. Вяжем одну лицевую. Не снимая, делаем накид. И вторую лицевую отсюда же вывязываем. Вяжем теперь 5 петель лицевых петли симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону и второй ряд и все последующие четные изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями. Первую кромочную снимаем и все петельки вяжем изнаночными. Если вы вяжете в круговую, то второй и все четные ряды у вас будут лицевые. А пока мы вяжем поворотными рядами, соответственно, изнаночные ряды будут у нас просто изнаночными петельками. Провязав изнаночный ряд, разворачиваем на третий лицевой ряд. Кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. Я вяжу лицевые за дальние стеночки для того, чтобы красивой лицевой косичкой ложились наши петельки. В конце ряда последняя петля кромочная и изнаночная и поворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем непровязанной и дальше все петельки изнаночные. В пятом лицевом ряду мы с вами провяжем звездочки со смещением в шахматном порядке. Поэтому первую кромочную снимаем, дальше вяжем одну лицевую и из трех петель вывязываем 3 петли. За дальние стеночки захватываем 3 петли, вяжем лицевую, накид и лицевую отсюда же. Связали первую звездочку и дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова захватываем 3 петельки за дальнюю стеночку, вяжем лицевую, делаем накид и вяжем вторую лицевую отсюда же. Связали вторую звездочку из трех лицевых, вывязали 3 лицевые и вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова из трех вывязываем 3. За дальнюю стеночку вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же вывязываем. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из трех вывязываем 3 петли. И это звездочка для симметрии. Первая лицевая, накид, вторая лицевая отсюда же. Дальше вяжем 1 лицевую и кромочная петля, изнаночная. В пятом ряду сделали смещение в шахматном порядке. И в шестом ряду, соответственно, как и все изнаночные ряды, кромочную снимаем. И дальше вяжем все петельки изнаночные. Седьмой лицевой ряд, кромочную снимаем и вяжем все петельки до конца ряда лицевыми. Кромочная, последняя петля ряда, изнаночная. Восьмой ряд, это изнаночный. Кромочную снимаем и, как все изнаночные ряды, вяжем все петельки изнаночными. Восьмой ряд является последним рядом раппорта узора в высоту. Девятый ряд лицевой повторяем с первого ряда. Кромочную снимаем, дальше вяжем пять лицевых. Один, два, три, четыре, пять. Затем из трех петель вывязываем три. За дальнюю стеночку вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же вывязываем. Повторяем. Пять лицевых. Один, два, три, четыре, пять. И из трех петель вывязываем три за дальнюю стеночку. Один, накид делаем и вторую петлю отсюда. И повторяем еще раз. 5 лицевых. 3, 4, 5. И из 3 петель вывязываем 3. За дальнюю стеночку заводим спицу. Вяжем лицевую. Делаем накид и вторую лицевую отсюда же. И 5 петель лицевых для симметрии. Кромочная петля в конце ряда. Изнаночная. И точно так же продолжаем дальше вязать. Изнаночные ряды у нас очень простые, как вы поняли. Всего лишь идут изнаночными петельками. А с лицевой стороны мы делаем смещение. Сначала вяжем узор первого ряда. Затем делаем смещение в пятом ряду. В девятом ряду. И точно так же провязав изнаночный лицевой и изнаночный ряд. Через каждые 3 ряда мы будем сдвигать в шахматном порядке. Вязать вот такие звездочки. Из 3 петель вывязываем 3. Я думаю, что это не сложно. И было вам понятно. Конечно же не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Ровных петелек. Пока-пока.